Октоберфест и даты его проведения. Ребята, сразу хочу сказать, что Октоберфест в Германии может проходить в оригинальном плане только в Мюнхене. Запомните, все то, что проходит в других городах Германии или всего остального Европейского Союза, или уж тем более мира, это все реплики на этот самый Октоберфест. Даты проведения Октоберфеста в Мюнхене. Октоберфест в Мюнхене начался 17 сентября и продлится он до 3 октября. Да-да, я не оговорился, 3 октября в 2022 году это понедельник, но так как 3 октября всегда в Германии, по крайней мере последние уже более 20 лет является праздничным днем, это день объединения двух Германий, поэтому Октоберфест в 2022 году закончится не 2 октября, а будет продлен на один день, то есть он будет в этом году длиться не 16 привычных дней, а 17. В 2023 году Октоберфест в Мюнхене начнется 16 сентября и продлится до 1 октября, а в 2024 году все сдвинется почти на одну неделю вперед. И если у вас когда-то выпадет возможность приехать сюда к нам в Мюнхен, вот именно в этот период, где-то в районе 3 субботы сентября или 3 воскресенья сентября, вы обязательно попадете вот на такое праздничное шествие, кадры которого я вам и хочу показать сегодня в этом видео. Ребята, 187 Октоберфест в Мюнхене начинается сегодня 17 сентября 2022 года. Мы ждали этого события. С тех самых пор, когда злосчастная пандемия в 2020 году заставила убрать, снести, не проводить этот Октоберфест, и вот 3 года спустя мы его снова проводим. Сегодня будет у нас заход пивоваров. Ты меня слышишь, Константин Ильич? А? Сейчас-то! Сегодня я вам покажу обязательно, как происходит процесс въезда пивоваров в шатры на Терезе Инвизе. Что такое Терезе Инвизе, об этом тоже немного позже. Наберитесь терпения, а пока я покажу вам кадры. Наслаждайтесь! Терезе Инвизе Терезе Инвизе Терезе Инвизе ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Официальное открытие в 12 часов дня. Бюргомистер города Мюнхена откроет ударом молотка, вобьет кран в деревянную вочку. И с этого момента Октоберфест, 187-й Октоберфест 2020 года в Мюнхене, будет считаться открытым. А я предлагаю вам пока сделать паузу от меня и посмотреть, насладиться тем, как будет проходить это шествие. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А помогать со съемкой мне будет сегодня человек графских кровей Константин Альбертович Октоберфеста Пивчинской. Константин Игоревич, чтобы заколыхались. Вы так приветствуете наших зрителей. Правильно, правильно, Константин Игоревич. Так вот, на него вся надежда. Ребята, если будут какие-то косяки со съемками, имейте в виду, что все вопросы будут сюда, к этому человеку. Константин Игоревич, пойдем покажем красивые упряжки лошадей. Я думаю, что и вам, и нашим зрителям это очень должно быть. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Слышите звуки салюта, доносящиеся слуга? Это значит, что сейчас ровно полдень. Бургомистер города Мюнхена откупорил первую бочку пива. И с этого момента Октоберфест 2022 года в Мюнхене официально считается открытым. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Откуда вообще появилась традиция отмечать Октоберфест в Мюнхене? Здесь, вот практически в центре города, на лугу Терезы. Все уходит корнями в октябре 1810 года, когда крон-принц Людвиг, будущий король Баварии Людвиг I отмечал свадьбу, женился на своей возлюбленной Терезе и Луизе Шарлотте. Фон Захсенхильденбургской. Боже мой, Константин Игоревич, вот вы только представьте, что вашу супругу зовут Тереза Луиза. Тереза Луиза Шарлотта. Фон Захсенхильденбургская. Представьте, насколько бы вкуснее был порч, который она бы специально для вас готовила. Или пельмени, которые она своими принцессными пальцами лепила, исключительно для вашего рота. Это просто, вот, а с другой стороны, хорошо, что вы не принц. 12 октября 1810 года состоялась та самая свадьба. Гулял весь Мюнхен. Были приглашены все подданные Мюнхенского, вернее, Баварского королевства, города Мюнхена. Ну, Баварского королевства я, наверное, громко сказал, но мюнхенцев, горожан было очень много. Гулял весь город. Вы только представьте, в 1810 году население Мюнхена составляло 40 тысяч человек. И вот эти 40 тысяч человек за вечер 13 октября 1810 года выпили 232 тысячи литров халявного пива. И вот в один из дней праздновали, потому что праздновали 5 дней подряд, 5 дней к ряду. И в один из этих дней было предложено провести традиционные мюнхенские скачки. Был выделен специальный луг и патрон здесь, немного за центром города Мюнхена. Эти скачки были проведены. И вот именно на этом месте, на этом лугу, который впоследствии и получил имя этой самой Терезы, ее сократили, чтобы долго-долго не выговаривать это имя, которое Константин Игоревич уже не то что забыл, он уже презирает меня за то, что я его произошел несколько раз. Так вот, именно здесь, на этом лугу, с тех самых пор, уже на протяжении 212 лет проходит этот самый Октоберфест. А теперь обратите внимание, 212 лет со дня той самой свадьбы, но Октоберфест 187-й. Почему такое несовпадение цифровое? Причина очень проста. Дело в том, что несколько празднований было отменено из-за войн, инфляции и так далее, и так далее. И вот 2 последних Октоберфеста были в том числе отменены из-за той самой злополучной пандемии коронавируса. Ну, в общем, ребята, праздник начался. Вот вы видите, что народ гуляет, отдыхает. К вечеру будет еще лучше, еще круче. И, посмотрите, вот эта толпа, которая идет, 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 она беспрерывная. Это все те люди, которые хотят попасть сюда на луторезы. Поэтому, как я уже сказал, солнышко спряталось за тучей. Не просто спряталось, а пошел проливной, просто проливной дождь. Константин Альбернович категорически отказался под дождем идти вот туда снимать. Я не могу его силой заставить, потому что имею уважение к возрасту этого далеко не молодого человека. Поэтому я, вот то, что я вам сказал, я вам сказал. Завтра, кстати, завтра, я думаю, что этот ролик максимально быстро сделаю. А завтра будем снимать здесь же, в Мюнхене, в районе 10 часов, начнется шествие, начнется шествие к открытию Октоберфеста. Приедут тысячи, тысячи, десятки тысяч человек со всего мира. Люди нарядятся в баварские национальные одежды, трахтан и деду, как сказать, как это название национальной одежды? Трахтан. Я вижу, что вы презираете уже не только Октоберфест, но и меня в том числе, да? Ладно, буду заканчивать. Ребята, в общем, если вам эта тема интересна, если вам интересен Мюнхен, если вам интересна Германия, Бавария, если вам интересна пиво, Альпы, Альпийские горы, вернее, Альпийские озера, вы подпишитесь на этот канал «Передает Германия», вот там тресните по сердечку, ударьте по колокольчику, чтобы вам приходили сообщения о том, что на этом канале выходит новое видео. И я буду вам рассказывать на протяжении следующих 15 дней о том, как проходит Октоберфест, что это за традиции, а пока идет дождь, пока Константин Альбертович не расстроился, я предлагаю пойти выпить по кружочке баварского национального хорошего напитка, то есть пива. Субтитры создавал DimaTorzok Короче, ребята, погода серая, мерзкая, дождливая, как мой друг Константин Альбертович, когда бывает в своем настроении, поэтому мы вместе с ним уехали с Луга Терезы, там, где проходят Октоберфест, и приехали в центр Мюнхена. Те из вас, кто давно подписан на меня, те из вас, кто смотрит мой канал «Передает Германия», наверняка знаете, что из шести мюнхенских пивоварен, которые имеют право выставаться на Октоберфесте, я свое проповещение отдаю пиву Алгустину. Так вот, один из таких ресторанов, Алгустину в центре Мюнхена, ну и зашли. Милейший, а ты посетите, конечно, по кружечке пива. Да, ну и кружечка. Когда кто-то из вас приедет на очередной фестиваль Октоберфест, ребята, имейте в виду, что по всем ресторанам в центре города Мюнхена, на период проведения Октоберфеста, официанты напрочь забывают, что есть, как существует такая мира, как пол-литра. То есть, когда ты говоришь человеку, любезно, принесите-ка мне бокальчик пива, они тебе обязательно приносят литр. А когда ты говоришь, что я хотел пол-литра, то ты скажешь, а, пол-литра, это сколько? Возьми лучше нормальный литр, если ты хочешь пол-литр, то выпей пол-литра. Но закажи один литр. Кстати, один литр на Баварске или на Октоберфесте называется... Никогда Баварцы не говорят один литр, они говорят действительно один масс. Масс – это мера розлива пива, которая чуть-чуть превышает один литр. Один литр, по-моему, и 7 сотых еще литр сверху. Это такие стеклянные огромные кружки. Каждая кружка весит 1,200 кг плюс еще один литр, то есть практически один килограмм жидкости здесь. То есть вот такая кружка, вот такой маст, литровая кружка пива весит порядка 2 килограмм, 300 грамм. Ну, я хочу сказать, что это такое нелегкое занятие выпивать бюлкини в Баварии пива. И, как говорят баварцы, просто товарищи. Минуты слышал? Просто товарищи. Минуты слышал, ничего не сказал, что просто товарищи – это как-то, ну, совсем не совпадающие вещи. Просто мне надо, простите, не снимаем. Минуты слышал, что в бюлкини в бюлке. Все, что в бюлке, в бюлке, в бюлке. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... На мой личный взгляд, интересные и полезные ролики о Германии, об Аварии и о Мюнхене. Может быть, кому-то они тоже когда-нибудь пригодятся во время планирования ваших или самостоятельных путешествий, или, может быть, вы когда-то обратитесь ко мне в Мюнхене, и мы с вами проведем какие-то экскурсии, сделаем поездки и так далее, и так далее. На зрение всем поварского пива, всем мира, увидимся в Мюнхене. Пока! Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...